счастливе всех тот кто без тревоги ждет завтрашнего дня он уверен что принадлежит сам себе работать нужно с умом они до ночи люди грядущего поколения будут знать многое неизвестное нам и многое останется неизвестным для тех кто будет жить когда изгладится всякая память о нас жизнь как пьеса в театре важно не то сколько она длится а как хорошо она сыграна не все убеленные сединами и покрытые морщинами жили долго многие только были долго если вы желаете больше чем имеете то должны знать что имеете больше чем заслуживаете что такое бог все что видишь и все чего не видишь все происходит по божественному определению плакать стонать и жаловаться значит отпасть от бога свободен тот кто избежал рабство у самого себя это рабство постоянное и неодолимое день и ночь равно гнетущее без передышки без отпуска быть рабом самого себя тяжелейшее рабство если я и бываю доверчив то только до известной степени и принимаю лишь те маленькие выдумки за которые бьют по губам они вырывают глаза люди растрачивают всю свою жизнь чтобы достать то что им будто бы нужно для жизни кто думает будто природа может делать лишь то что она делает часто тот сильно недооценивает ее возможности и ты удивляешься что мудрость до сих пор еще не исполнила своего предназначения даже испорченность это еще не показала себя целиком она только только выходит на свет а ведь ей мы отдаем все свои силы успех может достаться и плебею и бездарности но укращать ужасы и подчинять несчастье удел великого мужа всегда быть счастливым и прожить жизнь без единой царапины на душе значит не узнать ровно половину природы вещей как мы относимся к детям так мудрец относится ко всем людям ибо они не выходят из детства не к зрелости не до седых волос никогда и седых волос уже не останется жестокость всегда проистекает из бессердечия и слабости кто имея возможность предупредить преступление не делает этого тот ему способствует одни преступления открывают путь другим через тернии к звездам золото пробует огнем женщину золотом а мужчину женщиной сделай первый шаг и ты поймешь что не все так страшно гораздо более важно то что ты думаешь о самом себе чем то что другие думают о тебе сильнее всех владеющий собою большинство людей сердится из-за обид которые они сами сочинили придавая глубокий смысл пустякам некоторые болезни следует лечить не рассказывая о них больному многие умерли от того что узнали чем больны кто сделал доброе дело пусть молчит говорит пусть тот для кого оно было сделано когда человек не знает какой пристани он держит путь для него ни один ветер не будет попутным не было еще ни одного гения без некоторой доли безумия полезнее знать несколько мудрых правил которые всегда могли бы служить тебе чем выучиться многим вещам для тебя бесполезным если ты не можешь изменить мир измени отношение к этому миру если хочешь быть любимым люби переноси с достоинством то что изменить не можешь будем наслаждаться тем что имеем не вдаваясь в сравнение никогда не будет счастлив тот кто досадует на более счастливого трудно привести к добру норово учением легко примером чем больше человек склонен обижать других тем хуже он сам переносит обиды тот кто делает добро другому делает больше всего добра самому себе не в том смысле что ему будет за это награда а тем что сознание сделанного добра дает ему большую радость возненавидеть жизнь можно только вследствие апатии и лени общество свод камней который обрушился бы если бы один не поддерживал другого велик тот человек кто глиняный утварью пользуется как серебряный но не менее велик и тот кто серебряный пользуется как глиняный они нуждаются обладая богатством а это самый тяжелый вид нищеты кто молчать не умеет тот и говорить не способен никогда не считай счастливым того кто зависит от счастливых случайностей пока человек жив он должен надеяться не полезно все видеть и все слышать нас миновали бы многие обиды ведь большинство из них не задевают того кто о них не знает ты не хочешь быть гневливым не будь любопытным и языком можно раздавить человека путешествие и перемены мест придают разуму новых сил глупо строить планы на всю жизнь не будучи господином даже завтрашнего дня величие некоторых дел состоит не столько в размерах сколько в своей временности их человек который думает только о себе и ищет во всем свои выгоды не может быть счастлив хочешь жить для себя живи для других намного чаще мы напуганы нежели ранены и страдаем больше от фантазий чем от реальности есть люди отличающиеся постоянной свирепостью и радующиеся человеческой крови это не гнев это зверство такой человек вредит другим не потому что его обидели наоборот он готов принять обиду лишь бы получить возможность вредить что у кого болит тот о том естественно и говорит если ты один то не потому что никому не нужен а потому что тебе не все равно кто рядом с тобой природа устроила так что обиды помнится дольше чем добрые поступки добро забывается а обиды упорно держится в памяти он есть его не может не быть что ему все храмы и алтари ведь истинный храм в душе и в своем сердце каждый должен воздвигнуть ему о алтарь если вы хотите чтобы человек был вам предан очень важно дать ему понять что таковым вы его и считаете тот же кто подозревает меня в возможном обмане дает мне своего рода право действительно обмануть его не видеть спокойной жизни тому кто слишком много думает о ее продлении от мелких неисправимых ошибок легко перейти крупным пороком спасибо за просмотр если вам понравился данный материал ставьте лайк подписывайтесь на наш канал чтобы не пропускать новые наши материалы и делитесь с друзьями и напишите в комментариях нам будет интересно ваше мнение и какая цитата понравилась именно вам до следующей встречи